Добрый день! С вами Ольга Канонникова. И сегодня мы будем с вами делать ботаньюрку из кожи. Ну, часть её я уже сделала. Сейчас примерно покажу, как она у меня выглядит. Вот здесь две части. В действительности будет три части. И посажены эти наши фиалки. В данном случае будут в сапожок. И всё будет сделано из кожи. Итак, я сейчас расскажу о материалах, которые нам с вами понадобятся. Итак, прежде всего кожа. Для кожи мы берём, значит, для листьев, берём вот более такую толстую кожу. Она толщиной где-то 0,9. Она очень мягкая кожа, серая. Это её лицо, это её изнанка, замшевая часть. Для наших цветов я себе лицо делаю как раз изнанкой. То есть, вот эта замша, это у меня будет на листиках, вот как вот выглядит здесь. То есть, вот эта вот замшевая часть, это у меня как раз будет лицо. Итак, для обработки стебельков я также использую кожу. Но для этого я беру кожу ещё более тонкую, прям совсем очень тоненькую кожу. Такого же серого цвета. И даже обратная сторона, она, в общем-то, выглядит как чёрная. Практически чёрная. Немножко такая вот запепельная. Чёрно-пепельная. И опять же, правую сторону я беру вот эту вот замшевую сторону. Что касается цветочков, я использую розовую вот такую. Даже немножко сиреневую такую кожу. Она тонкая, она мягкая, но она двух сторон замшевая. Здесь, в принципе, всё равно, какую использовать сторону. Вот. И всё это я буду подкрашивать красками. Вот таким акриловыми, тёмно-фиолетовыми и чёрными. Чёрными будут идти для листиков, а фиолетовые для цветочков, фиалочек. Срединку цветочка я делаю из бусин. В качестве бусин я использую вот такие бусины. Светло-розового цвета. Они как раз подходят вот к моей коже. И достаточно срединка будет достаточно большая такая. Видите, бусины достаточно такие. Большого размера. Естественно, для подкраски я беру две кисточки. Одну для чёрной, другую для фиатовой. Нам также понадобится палочка. Вот я использую её немножко в помощь для подклейки деревянной. Понадобится проволока. Проволоку можно брать, какую вы хотите. Для вот обклейки маленьких цветочков я здесь беру чёрную гофробумагу. Лись, я вам говорю, я полностью все стебельки делаю из кожи. Теперь нам понадобится ещё кусочек картона, из которого я выкраиваю сапожок, в который мы будем помещать наши цветы. Выкройка сапожка, она как бы двойная, вдвое. Вот так у меня выглядит. То есть я перевожу выкройку. Здесь у меня будет разрезано, вот в этом месте, вот здесь видите, разрезано, а в этом месте соединяются как бы две стороны. Потому что, ну, для удобства, в принципе, можно и одну использовать сторону. Но мне кажется, что будет аккуратнее, если все вот корешки цветов будут у меня в сапожке, и их не будет видно. Так будет вроде как аккуратно. Сейчас попробуем, что из этого получится. И для этого нам нужно ещё специальную, будет двойную кожу для сапожка. Вот. Вырезаем цветочки. Выкройка цветочков очень простая. То есть это квадратик вот такой. И по центру, видите, делим его на четыре части края. И каждую вот серединку вырезаем в форме вот таких треугольчиков. И получается вот четырёхлистный чашелистик. Венчик. Вот. Это делается вот, сейчас я вам покажу на примере одного цветка. С одной стороны прорезали. С другой. Такой треугольничек. Ну, не ровный треугольничек, а немножко закруглённый. Края у него. Чтобы лепестки получились немножко закруглённые. Вот так выглядит у нас цветок. Что касается листиков. Листики. Выкройку листиков я не делала. Ну, у меня есть вот полоски длиной где-то вот в пределах 10 сантиметров, да. Ширина где-то 3 сантиметра. Верхушку нашего листа мы вот так вот закруглим немножко. То же самое сделаем и с основанием листика. Тоже немножко вот так вот закруглим. Давайте сразу же сделаем наш лист. Вот это будет верхушка, вот это будет основание. Переворачиваем на лицо. Берём клей. Я для этого использовала момент универсальный. Вот. И по центру мы просто подклеиваем. Проводим вот такую линию, полосочку клея. Всё. Теперь пусть немножко клей подсохнет. А мы также на правую сторону положим тоненькую кожу. По краюшку ещё клей. И мы сразу же сделаем стебелёк для нашего листика. Вот. Теперь берём проволоку. Проволоку берём любую. В данном случае вот у меня тоненькая. Я её даже не обстригаю. Я её просто выравниваю. Раскладываю прям на самый-самый край полосочки кожи. Вот так. Вот. Теперь отступаю буквально вот чуточку. Получилось у меня немножко. Вот. Буквально вот максимум миллиметр. Теперь нам нужно вот этот кончик загнуть так, чтобы проволочка была внутри. То есть мы спрятали просто вовнутрь проволочку. Видите? У нас ни клей не видно, ни проволочки не видно. Ровно как внутри. Теперь берём нашу палочку деревянную. И вот аккуратно подставляем прям к краю полоски кожи. И придавливаем нашу проволоку так, чтобы она приклеилась к коже. Оставшуюся часть кожи аккуратненько срезаем ножницами. Делаем аккуратно, чтобы случайно не задеть проволоку. А лишнюю часть проволоки отрезаем. Проволока нам не понадобится. А здесь вот немножко поработаем руками. Вот так. Чуточку. Прям не сильно давим. А вот этот вот краешек мы его как бы делаем ещё менее заметным. Практически он у нас будет незаметным. Мы немножко вот так вот округляем весь наш стебелёк. И что получилось? И получился вот у нас такой стебелёк. Смотрите, я уже даже не вижу, где здесь шов. Итак, теперь собираем наш... Здесь тоже подсохло немножко, подсох клей. И теперь собираем наш лист. Собираем складочками, немножко отступаем отверх и собираем складочками с лица, так, чтобы складочки смотрели вверх. Вот так. Делаем это руками. В принципе, на левой стороне вот ничего. Вот так наш листик. И делаю складки. Складки делайте как можно меньше. Здесь кожа мне не совсем позволяет, потому что здесь она достаточно толстая. Но тем не менее, вот мне удалось сделать вот такие складочки. Вверхушечку. Вверхушечка у меня сильно заклеилась. Я её расправлю чуть-чуть. Теперь переворачиваю на лицо. И смотрите, здесь вот теперь надо как следует подправить всё. На лице складочки смотрят вниз. Подправили всё. Вот так. Теперь кладём ножнички так, чтобы здесь вот срединочка осталась. Теперь берём наш литончик оплеенной кожей. Примеряем размер от вершины до низа. Вот. Здесь вот кончается. Теперь обратную сторону смазываем и наклеим. Полностью всё лишнее можно снять и накладываем прям на верхушку и по центру нашего листа полностью подклеиваем наш литон. Теперь аккуратно снимаем лист. Верхушку берём кончик и вот так прижимаем. Так прижимаем по верхушке. С одной стороны у нас лист стал более объёмный. С другой стороны это закрепилась верхушечка наша. То же самое нужно сделать и с основанием. На основании клея немножко надо побольше. Вот. И точно так же вот это основание мы подклеиваем, чтобы литончик оказался внутри закрыт. Вот что у нас получается. Теперь серединка. Теперь немножко вот так вот сложим наш лист пополам. И как следует вот так немножко. Листики сделаем более ажурными, более волнистыми. Смотрите, они какие у нас красиво получили. Вот так делается лист. Его потом можно вот расправить, как вам надо. Вот как он получается. Теперь посмотрите. Наши листики я подкрасила. То же самое сделаем и вот с этим листиком. Для этого использовала чёрную краску. Чёрная краска, она не жидкая, а достаточно густая. Я использовала для неё просто кисточку. То есть я кисточку обмакиваю в чёрный цвет. И проходим, прокрашиваем края, волнистые края наших листиков. В данном случае они у меня, видите, светлые здесь. А мы их делаем чёрными. Лист сразу становится более эффектный. Вот прошлись по одной стороне. Немножко даже вот можно побольше краски. Чтобы по лицу это всё было видно. Вот так вот после окраски он выглядит. Теперь немножко пройдёмся по центру листика, оттеняя все его волнистые края. Можно немножко подкрасить центральную прожилку листа. Вот. И таким образом мы сделали вот такой красивый лист. Лист у нас готов. Краску мы откладываем в сторонку. Теперь, что касается нашей серединки. Срединку мы делаем из обычной бусины и проволоку. Проволоку нам нужно длиной 20 см. Прокладываем через бусину. Закручиваем. И получилась вот такая серединка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова